Неужели прообразом знаменитой на весь мир статуэтки премии Оскар является древний бог греха и смерти, а в названии самой премии сокрыта тайна его имени? Ух, нагнали интересу! Ну что ж, давайте разбираться. Здравия, дорогие друзья, с вами Юра. На канале Осознанка и сегодня в нашей рубрике «Кратко» мы поговорим о премии Оскар и ее связи с древним, казалось бы, ужасающим божеством. Заваривайте цикорий, а мы начинаем. Полетели! Ну что ж, начнем, пожалуй, с наглядного, с визуального. По эту руку, дорогие друзья, вы можете наблюдать ту самую знаменитую премию Оскар. Образ очень узнаваемый. Этот образ знает почти каждый современный человек на земле матушку. А вот по эту руку здесь вы можете наблюдать статуэтку древнеегипетского бога Саакара. Сначала смотрим сюда, потом сюда, сюда, потом сюда. И, как говорится в знаменитых тестах, найдите 10 отличий. И если это совпадение, если это совпадение, то совпадение какое-то просто невероятное. Сходство статуэток не только в позиции, в позе, в которой стоят фигуры, но и в руках. Посмотрите на положение рук, дорогие друзья. Они абсолютно одинаковые. Они абсолютно одинаково держат этот некий шест или меч. То есть сходство в положении тел абсолютно идентичное. Ну а теперь давайте попробуем разобраться, разузнать, что это за египетский бог такой Сакар. Вот что о нем пишет Матюхина Юлия Алексеевна в своей книге «Мировые культуры и ритуалы». Я зачитаю, чтобы быть точным. Сакар – самый мрачный из египетских богов. Он олицетворяет собой состояние смерти. Все атрибуты Сакара были связаны со смертью. Нос и корма ладьи украшались головами и черепами птиц. А сама ладья делалась из костей животных. В центре ладьи помещался ковчег, увенчанный мертвым соколом. Ну и я не был бы Юрой с канала «Осознанка», где мы очень любим разбираться в словах и буквах, если бы не заметил одно удивительное совпадение. Совпадение, от которого просто мурашки по коже. Итак, внимание. Имя древнеегипетского бога греха и смерти Сакар является аннаграммой слова «Оскар». То есть они составлены из одного и того же набора букв. Это и является аннаграммой. По сути, Сакар – Оскар. Изменены только первые буквы О и С. А так получается, это одно и то же слово, одно и то же имя. Однако странные совпадения на этом не заканчиваются. Все церемонии поклонения богу смерти Сакару у древних египтян проводились строго в весеннее время. Практически все церемонии вручения премии «Оскар» с 1929 года проводятся весной. И то, и то в весеннее время. Опять-таки на этой древней церемонии поклонения богу Сакару проводилось театрализованное представление о том, как Осирис превращался в бога смерти Сакара. То есть получалась некая эволюция. Был полубог Осирис и превратился полноценно в бога Сакара. И даже здесь можно немножко поиграть в конспирологов. На церемонии «Оскар» всегда проводится театрализованное представление. Стендапы от комиков, музыкальные номера и так далее. А если взять саму историю, как Осирис превращается в бога Сакара, то получается каждый номинант на премию «Оскар» является чем-то большим, как Осирис, но не является богом. А когда он получает премию «Оскар», получает эту высочайшую награду в своей профессии, в своей жизни, то он становится богом для остальных. Опять-таки совпадение. И снова, теперь возвращаемся в древний Египет. Эта церемония всегда отличалась пышностью, праздностью, ликованием и присутствием больших жрецов и знати. Ну а теперь опять премия «Оскар», вы уже понимаете, к чему я веду? Тут то же самое. Празднество, шик, блеск, ликование. Ну и, конечно же, присутствие всей знати. Самых влиятельных людей не только кино, но и вообще культуры и искусства в мире. Совпадение? Да, это именно оно. Ну а теперь давайте посчитаем все, что мы имеем на данный момент из этих вот совпадений. Первое – это невероятное сходство статуэток премий «Оскар» и статуэтки изображения древнего египетского бога Саккара. Второе – это анаграмма имен «Саккар-Оскар». Третье – это время года проведения церемонии «Оскара» и церемонии Саккара. Четвертое – это схожесть ритуальной части, ликование, пышность и так далее. И еще пятым бы пунктом я добавил бы схожесть значения самой церемонии для культур. Культур древнего Египта и культуры современной западной американской. Такие дела. Складываем все эти совпадения, все схожести вместе и делаем выводы, дорогие друзья. Но утверждать наверняка, что это чей-то злостный заговор и что действительно «Оскар» – это реанкарнация древнего египетского бога смерти Саккара – нельзя. Потому что нет никаких доказательств. Есть только совпадения. Но совпадения крайне удивительные. Также я хочу сделать очень важную ремарку. Есть в интернете паблики, есть ресурсы, так скажем, очень популярные, крамольные, если вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, они утверждают, что Саккар – это чуть ли не бог зла. Да, я понимаю, почему они это делают. Они это делают для красного словца, чтобы демонизировать еще больше премию «Оскар». Но по сути, дорогие друзья, это кривда, потому что это не так. Я искал информацию и в официальных, и в неофициальных источниках. И Саккар – да, это бог смерти, олицетворение смерти, но никак не зла. Кроме того, некоторые источники утверждают, что Саккар был не только богом смерти, но и богом плодородия, богом плодородной земли. А как вы знаете, дорогие друзья, из школьной программы точно, у египтян были большие проблемы с плодородной землей. И этот обряд поклонения богу Саккару очень похож на нашу масленицу. Саккар совмещает в себе, казалось бы, несовместимые вещи. С одной стороны, бог смерти, а с другой стороны, бог плодородия. Для сравнения хочется привести в пример нашу славянскую богиню Мару, которая тоже являлась богиней смерти, но при этом еще являлась богиней зимы матушки. Но она не являлась богиней зла или злой богиней. То же самое и Саккар. Конечно же, можно было бы нагнать жути для популярности видео, что Саккар – это там бог зла, самый злой из всех злых богов древнего Египта. Но это не так, дорогие друзья. Он не однозначный бог, но не бог зла. А истина, как говорится, дороже. Напишите в комментариях, дорогие друзья, Что вы думаете про это совпадение «Оскар» с Саккар? И как вы относитесь вообще к премии «Оскар»? Я очень люблю кино и кинематограф, но к премии «Оскар» у меня, так скажем, неоднозначное отношение.